Документы есть? Пусть поднесут документы. Делает человек. Пусть поднесет, он документы покажет. Пойдемте я покажу где старший. Я старший охрана. Охрана охраняет технику, которая здесь осуществляет демонтаж. Что это такое муниципальная охрана вообще? Они же есть полномочия. Что они могут делать? Они же не могут быть выше полиции. Правильно. А ведут они себя как выше полиции? Вы что не видите? Ведут они себя неважно как. Подождите. Мы их... Я приехала, я представляю. Я муниципальная охрана. Все отойдите. Они так не сделали. Они так не сделали. И мы не позволили им так сделать. Нет, вы знаете, я видела, что они делали. Они брали вот так за шею. Сейчас мы не позволили им так сделать. Усадили экипаж. Нет документов. Повезли устанавливать в райотдел личность. По поводу транспорта мы также разбирались. Ну как бы, если транспорт здесь пребывал, как бы, к транспорту какие вопросы? Муниципальная охрана, да? Ну, есть вопросы. Будем устанавливать, кто? Одного, одного... Второй момент. Один из человек, который представился муниципальной охраной, на него доведено уголовное дело в дело по нападению на журналиста. И он находится тут. И почему-то он до сих пор еще работает в муниципальной охране. Это большие вопросы, понимаете? Нет, это вопрос уже не к нам. Я не могу проверить документы. Это распрушение его. Не, причем, я не могу, ну, как бы, проверить его документы и на какой стадии узнать находится уголовное производство по поводу него. Вдруг ему даже там подозрение не предъявили, он свидетелем до сих пор проходит. Я же не знаю этот вопрос. Ну, не надо мне задавать вопросы, те вопросы, на которые я вам не обязан отвечать. Есть компетентные органы, которые с меня спросят по всем вопросам, которые необходимы. Это компетентное предприятие, которое работает задумывается. Нет, мы не работаем за вашей налоги. Мы работаем за счет средств, поступающих подоговоров. За охрану объектов. Каких? Подождите, каких объектов? Мы субъект охранной деятельности, который ведет самостоятельно свою хозяйственную деятельность. Я ваши интересы не нарушал. Какие ко мне вопросы? Как это не нарушали? Вы приехали, толкали наших работников, службу спасения животных. Я не толкал. Ваши сотрудники, вы команды? Нет, это не знаю, я чьи-то сотрудники были. Без понятия. Мои вот стоят. Вот стоят. Видите, муниципальная охрана написана. А где в касках? Я не знаю, ребята, не приставайте ко мне. Я вот стою технику охраняю. А, подождите. Без понятия. Касках это не ваши люди, да? Я не знаю. Я не знаю, кто там был. Подождите. А подождите. А сколько у вас здесь находится людей? Вот, чтобы понимать. В данном случае, видите, сколько? Четыре человека. И так и было, да, всегда? Все время. Я дальше не хочу вам... Так подождите. А кто что-то эти люди? Они стояли там с пол шестого, еще до того, как приехала вся техника, и формировались там. Один вот тут побегал по парку, побежал им что-то доложить. Есть решение исполкома от 23.02.2016 года, номер 113, про очищение территории города Харькова от незаконных размещенных объектов. С учетом имеющегося противодействия, и дабы не допустить негативных последствий в виде пострадавших людей, мероприятия были остановлены, вызвана полиция, которая в данное время проводит разбирательство, оценивая правовую сторону каждой из сторон. Скажите, пожалуйста, почему есть неравенство отношения к службе спасения животных и бизнесменам? Вон, смотрите, вот вдоль проспекта Научного находится капитальное строение, аптеки, здоровье, киоски. Это творческая мастерская. У меня к вам вопрос. Вы можете назвать как угодно. Я вам хочу на выходы. Служба спасения животных. У меня к вам вопрос. Почему вы на единственный объект создали комиссию, приняли решение этой комиссии из полкома, да? А вот стоят рядышком дома, которые стоят на моей памяти десятки лет. Ноль. Никакой реакции. Можете пояснить, почему неравенство отношений? У вас есть призвятость к нам какая-то, у горсовета. У Кернеса есть к нам вопросы. Почему он не приехал, не задал их? В чем проблема? Вы увидели, что здесь работают волонтеры. Есть чего? Вы лично увидели, убедились. Вы не убедились? Вас провести? Пойдемте со мной. Мы сможем пройти основания, основания. Смотрите, вот есть люди, которые занимаются общественной полезной деятельностью. Правильно? Пойдемте посмотрим. Я вам покажу график, курточки. Здесь предвзятое, явно предвзятое. Вы хотите применить закон к нам, но вы не хотите их применить к себе. Документы на это сдали. Есть документы на это сдали? Нет, вы спрашиваете, с кого начинали. Вы спрашиваете, почему начали с нами? Я не говорю, почему начали. Я говорю, почему только мы. Не начали. Потому что нигде в городе ничего не снесено. За всю историю, кроме киосков каких-то. И все. Считайте, что вы не законите. У вас есть закон о правах защищать свои интересы в суде. Но еще раз, два месяца. 23 февраля... Да все правильно. Почему они приходили и не давали за разрешение? 23 февраля было принято решение о демонтаже. Вы об этом знаете. Скажите. Вы не будете отрицать, что... Нет, для вопроса. Ребята, у вас будут отрицать. У меня вопрос. Подожди, подожди. Если вы считаете... Скажите, пожалуйста. Это здание кому принадлежит? Можно сказать? Есть еще хоть одно решение о сносе еще хоть одного объекта? С 23 февраля. Два месяца. Что делает комиссия? Два месяца. Скажите, есть хоть одно решение? Есть много материалов, которые находятся... Хоть одно решение? Нет, решений нет. Есть много материалов, которые находятся в работе. Если вы думаете, что порядок принят только для этого, вы ошибаетесь. Мы в этом стопроцентно уверены. Только для этого он должен и будет работать. Я готов с людьми общаться. Но это водоканала техника. Да. В каких основаниях она здесь находится? Где документы? Нарады на работу. Авария. Что у нас зараз происходит? Удиволисть. Погодите. Люди у вас спрашивают. Что происходит? Если вы готовы, ответьте. Люди просто... Вы скажете, здесь была авария. Или они приехали на снос под камеры. И ваше свидетельство о том, что оно для того, для того будет являться основанием для прокуратуры. Сейчас, походите. Офицер, офицер, мне интересно. Хорошо. Что-то давайте мы опросим, а потом... Я так понял, что у вас есть какая-то... Вы хотите о чем-то договориться с полицией? Я ни о чем не хочу договориться с полицией. А какая цель вашего разговора? Скажите. Насколько я понимаю, здесь есть какая-то проблема с собственностью и техникой. С технильного предприятия. Меня вызвали официальную структуру. Я пришел. А, ну заявители и люди сразу людям... Мы заявление дали. Почему здесь ваша техника? Хотят услышать повестнение. Если вы дадите уста, возможно, вам ничего писать не надо. Вот камеры все фиксируют. Для чего? Здесь находится техника. Харьков водоканал. Здесь Харьков водоканал находится в исполнении решения исполкового. Нет решения исполкового. Какого решения конкретно? В чем суть решения? Вчера было принято решение исполкового. О том, чтобы... Вот решение исполкового. Развучьте его. Что значит озвучьте? Есть документ? Читайте. Там есть водоканал? Ключим, да? Вы же под камеру. Конечно. Департамент коммунального господарства Харьковской местной рады разом с КП Харьков водоканал, разом с тепловыми мережами, МИСТ, ВИД, ВОЗ, ВИНБУ, Харьков благоустремь, мусультипальная кампания по поводжению с отходами. Здействуйте заходы. Там не хватает одной кампании. КП поводжения с тварином. Да, вообще было поднято. Почему ее нет? Все те же, но они же. Почему? Вы же знаете, что здесь служба спасения сроками. Почему? Господин Бог, не надо строить полицию. Господин Бог, я не строю полицию. Я говорю Е-решене. Е-решене. Я КП водоканал. Вы КП водоканал, Александр? Я не понял. Нет, я департамент. В котором в оперативном управлении находятся эти данные КП. Скажите, пожалуйста, в какой части, мы выполняем решение. Вопрос по документам. Нет. В какой части они должны здесь принять участие? Данное, конечно. Прописано, в какой части? Злесняйте заходы щодо очищень в территории места Факова. Так написано. Водоканал, какую функцию по очищению вы получите? Какий водоканал? Это незаконное решение объятий взялком. Их відокремленное, від министра Осташова. Если есть как бы вопросы к чистоте юридичной, есть официальные документы, то решение из полного. Я рад, что у них есть. Вам зберут, что у них есть. Пусть покажут, можно? Покажите, можно? Смотри, как обычно, Геннадий Адольевич не расписался. Мы приехали выполнять решение. Нам из них на горло берут ситуацию. Техника стоит. Считайте простой. И объясните, почему здесь водоканал. Покажите, где направление на работу, где ордера, где все это? Где вот решение? Оно без подписи. С печатью подпись, дробь подпись. И подпись нам, будь ласка. Вы не можете права без подпись, все это делать. Вы же представите. Перша. Голова Минской Рады, где его подпись? Технику, а вы тогда как-то будете вынуждены ее охранять. Есть переписка. Есть четкая переписка, которая... Какая переписка? Документ, покажите. Вы коммунальная собственность. С собой у вас есть документ. Вы работаете за бюджетные средства. Мы громада. Хочем посмотреть, хотим. Документ, почему техника приехала здесь или не почему, но она должна... Если для сноса, почему у людей нет никаких документов. Короче, как используются наши деньги? Пошел, у них ордер на аварию выписан. У вас же водоканал, у вас написано авария, написано выезд. Авария. Какая авария? Вот полиция опрашивает водителя. Нету ни одной водяной магистрали. Второй водитель потерял путеволей, у него даже нет его. Хорошо, сейчас пообщем с водителем. Пообщайтесь. Продолжение следует...